Приветствую, культурные друзья! Ну что, третий день празднования Платинового юбилея Елизаветы на троне Великобритании? Невероятно насыщенный. Члены королевской семьи до грандиозного концерта посетили каждый уголок Великобритании, Уэльс, Северную Ирландию и Шотландию. Герцоги Кембриджские прибыли в Кардивский замок Уэльс, чтобы встретиться с исполнителями и съемочной группой, участвующих в специальном концерте по случаю юбилея королевы. Супруги взяли в свой первый рабочий визит из старших детей, восьмилетнего Джорджа и семилетнюю Шарлотту, за луками которой следят так же пристально, как и за ее мамы. Шарлотта выбрала платье-пальто от британского детского бренда Maya стоимостью 180 долларов, которое она уже надевала. Кэтрин была в ярко-красном пальто от британского бренда Eponine, которое надевала в прошлом году. Сумка от Demelier, модель Nana Montreal, темно-синего цвета, стоимостью 370 долларов. Из украшений на герцогине были и Сергии Spells of Love, стоимостью около 100 долларов. Завершали образ темно-синие замшевые туфли от Джан Витта Росси. Принц Эдвард, граф Уэссокский и Софи, графиня Уэссокская, отправились в Северную Ирландию, Белфаст, чтобы поздравить местных жителей с юбилеем королевы. Софи выбрала синее платье с цветочным принтом в противовес двум нюдовым образом в первые дни празднования. Но главное спортивное событие этих длинных выходных проходило в Шотландии. Эпсомское дерби проводится с 1780 года ежегодно, в первую субботу июня. Королева всего дважды за 70 лет пропускала эти скачки, а впервые появилась там в 1948 году. И пропустила эти скачки она именно в этом году. Королеву в ее отсутствии представляла дочь Анна, королевская принцесса, в сопровождении своего мужа, сэра Тимоти Лоуренса. Анна была одета в белое твидовое пальто и такое же платье. Завершали образ, жемчужные и золотые украшения, включая брошь в виде лошадей и цветов и традиционная шляпка, обязательная для этого вида развлечений. Скачки также посетили и дети Анны, Питер Филиппс и Зара Тиндал, принцесса Альсандра, сестра Герцога Акенского, двоюродного брата королевы. Зара, одна из любимых внучек королевы, как говорят вновь, решила быть яркой и выбрала ярко-синее платье с цветочным принтом и шляпкой в том. Сомнений нет, что это британские бренды. Зара также прокомментировала отсутствие королевы. Она просто будет сидеть на диване и смотреть скачки по телевизору в своей удобной одежде. Питер Филиппс, внук королевы, прибыл со своей новой девушкой Линси Уоллис, наследницей нефтяного магната, которая, как говорят, впервые встретилась с королевой в январе этого года и была тепло принята. Линси для первого выхода в свет не скромничала и надела платье персикового оттенка с кремовыми туфлями, клатчем и шляпкой. Многие гости решили отдать дань уважения празднованию юбилея своими нарядами, надевая одежду, похожую на красно-бело-синие флаги, но и обязательно шляпки – неотъемлемый элемент дресс-кода, которому была посвящена имени выставка – шляпки, вдохновленные семью десятилетиями правления королевы. Также гостей встречал почетный караул королевских жакеев, в разное время выступавших за команду Ее Величества на скачках. 40 жакеев нарядились в знаменитые пурпурно-золотые гоночные цвета королевской команды. Также 4 июля исполнился год правнучки Елизаветы Лилибет Диани Маунтбеттен Винсдор, дочери Меган Маркл и принца Гарри. Мир так и не увидел отчетливого лица девочки. О праздновании дня рождения ходили разные слухи, как и о том, что Меган захочет привлечь внимание, например, первой фотографии дочери в этот день. Но этого не произошло. Но то, что королева встретится со своей одиннадцатой правнучкой и тезкой, сомнений нет. 4 июля пройдет и грандиозный концерт с участием звезд, на который, по слухам, не пустили даже Ким Кардашьян. Но об этом в следующем видео. А пока подписывайтесь на канал и комментируйте лучшие образы. Пока-пока!